3 ноября, Брянская область. Да, вот в таких макущерях приехали на речку Фламулину искать. И нашли. Но она здесь только начинает. Смотрите, какие гроздочки. У нас, кстати, морозчик. В городе плюс 1, а за городом минус 3. Вот Фламулинка вдоль речки. Вот она речка наша Десна. Всем привет! Вы находитесь на канале Моя жизнь, мое хобби. Хотел бы обратиться к подписчикам, сказать спасибо, что смотрите, ставите лайки, что подписываетесь. Не забывайте об этом. Включили видео, посмотрели 5 минут, понравилось. Это для новых подписчиков. Нажали на колокольчик, подписка. Буду очень признателен. Для канала это будет большая польза. Будет стимулировать нас на новые походы, показывать вам новые грибы, новые места, новые локации. Так что не забываем, подписываемся. Я посмотрел аналитику и очень много просмотров без подписки. И очень много новых зрителей, в то же время не подписанных. Так что всем спасибо за просмотры. Ну а мы будем дальше исследовать местность. Не переключайтесь. Скорее всего здесь мы будем недолго. Переедем еще куда-нибудь в другое место. Ну что, мы застали массовый выход фламмулины. Всем привет! Доброго времени суток. Вот. Опять мы, или снова мы, опять мы, не имея значения. Снова в лесу. Смотрите, как растет фламмулина. Видите? Это все побеги фламмулины. Вот они. Вот. Под крапивой. Но сейчас морозом она ударена, она особо не кусается. Крапива. Да. И перейди сюда, пожалуйста. Ну сейчас, тут покажу. Есть к тебе. Смотрите, тут все дерево усыпано фламмулиной. И вот она побольше. Размерчик. Иди сюда. Размерчик. Смотри, какая красота. Смотрите. Вот она. Вот она. Вот так развивается. Но! Вот здесь какая красота. А еще красивее вот здесь. Отсюда, если посмотреть. Покажи. Вот сейчас я буду кору убирать. Смотрите. Смотрите, какие золотистые грозди. Видите? Здесь вообще свеженькая. Видите? Это наше позднее зимнее золото. Ну как вы поняли, лазить здесь нелегко. Да. Хоть и минус, но нам уже жарко. Надо быть Карлсоном. Смотрите, какая лепота. Карлсоном. Но не Магнусом, чемпионом мира великим. А я имею в виду... С пропилером. Да. Персонажем сказок. Это прямое выключение. Из сказочного леса. Через 2-3 день мы приехали посмотреть маслята. На тех местах, где мы в прошлый раз собирали, их нет. И морозчик. Там, где мы их находим, конечно, подубил. Этот минус был ни к чему, конечно. Но это природа. Как есть, так есть. Смотрите. Что за гриб? Силуэт остался. Похож, как на рыжек. Сыроежка. Так-то красота. Зеленый мог, брусничка. Сегодня тишина. Солнечный день обещают. До 10 градусов тепла. Вчера с утра дождик был. Позавчера дождь. Да, эти бы дожди до начала осени. Было бы круто. По грибам. Природа здесь неимоверной красоты. Ребята, это сказочный лес наш. Мы с вами в этих местах еще ни разу не были. Мы без вас были, а с вами не были. Нам здесь посчастливилось найти гиграфор. Смотрите, какие кучки интересные. Красивые. Давай, берем. Покажи маслята. Ну, уже такой. Зеленушка. Уже не то. И вот одинарные. Растут по одному. Гигрики. Да. Тоже пособираем. Я их консервировал. Но жареные, кстати, еще не пробовал. Консервированные прикольные. Они очень-очень нежные. Очень сладенькие. Да, что-то типа опят. Только, мне даже кажется, вкуснее. Ну, они сладче уже. Они сладче. Так. Где еще тут? Блин, они вообще не видны. Это какой-то... Самый замаскированный гриб на сегодня. Вот они, на дорожке растут. Так. О, вот он еще. Я сейчас соберу. Кулак подрежет. Их, когда переворачиваешь, они видны. Самый первый, ты-то и заметил. Давайте поближе. Так вот. Красота. Фламулинка. Тиграфор. Жареха будет знатная. О, этих я и не видел, если честно. Вот. Тут они присутствуют. Еще и по краю дороги. Пособираем. Это приятный бонус. Фламулину мы там оставили. Ее сбор. И маленькую пусть подрастает. Там видно, что она... Ну, есть чуть переросшие. Ну, очень мало. И больше видно, что только-только... Она пошла. Поэтому, я думаю, сейчас выходные пройдут. И там, если получится, скатаемся за ней. Так, хотелось найти очень вешенки устричные. Очень. Но... Не получилось. Да, насчет вешенки мы горе грибники. Не найти никак. Блин, ну там надо было ходить, искать. Мы все-таки решили проверить сказочный лес. Да. Так, а это что было? Это маховик какой-то. Это не маховик, это подрешетники. А, ну да, кстати, ты угадал. Такой он старый. Ты не поверишь, я не угадывал. О, какая крепкая. Какой крепкий герафор. Ну, подрешетник тоже. А там, что это маховик. Не, он масленок. А? Масленок он. Подрешетник. Ну, в общем. Масленок. Глянь-то так, сколько. А я шел, не видел. В общем, ну вы поняли, да? Как они растут, какие они. В сборах не сильно быстрый. В общем. Не то, что не сильно быстрый, а очень медленно наполняется емкость. Так что, потому что они маленькие. Мы собирать. В плешинке маслятки. Мороженое, конечно, не такой цинус, как был в прошлый раз. Но все же. Что у тебя там? Ну, мороженое. Масло? Да. Ну, мороженое, это же тоже грибы. Тоже грибы. Ну, считайте, что мы их из минус пять достали и пожарим. Так что ничего страшного там нет. Да, мы их достали из холодильника. О, еще здесь. Подрежешь, пойду я туда, пойду, вперед. Иди. Смотрю, что там. Напали снова на гиграфорчик. Немного, но имеется. И маслята помороженные, но здоровые. Вот такие. Ну, что? Бери его. Бери. Ой, хорошие. Еще пленочки. О, нога, тумалось. Я их тут подъел. Вот такие высокие. Да, они такие, конечно, они красивые на вид, но это маслята. Ими мы не будем пренебрегать, ни в коем случае это все уже. Ну, маленькие, наверное. Маленькие все. Вот эти большие. Лазьмем. Вот они тоже можно здесь. Да. Эта находка хорошая. Конечно, нет такой эстетичной красоты, как в прошлый раз. Но никуда без этого. Нам не повезло с морозом в эту ночь. Кординочка пополняется. Гиграфорчик берем. Берем. Гиграфорчики берем обязательно. И куда хуй без них-то. Ладно. На камеру не очень удобно их собирать. Трава к ним примерзла. Вистья, трава, да. Не без этого. Ну, как мороз показывается. Да, конечно, бы без этого мороза было бы ловочее. Намного по выражению. Ловочее. Ну, мы люди простые. Вы нас поймете. Выполняется наша лукошка. Выполняется, конечно. Как же без этого-то. Все-таки у Влада не получилось. Сопротивлялся я. Да. Куртку он не отдал. Смотрите, к чему нам пришлось прибегнуть. Да, простит нас лес, лесовичок. И вы нас сильно не ругайте, что нам пришлось срезать, ну, где-то с десяток еловых лап. Так как корзинка наша небольшая, 10-литровая, оказалась под завязку забита, а оставлять грибы, ну, это кощунство. Ни пакетика у нас с собой. Ни пакетиков, ничего. Да, вот такие мы горе-грибники. Две корзины в машине большие. Да. Ну, мы не рассчитывали, на самом деле, что у нас будет такой улов. Честно вам скажу, не рассчитывали. Ну, опять же, ну, да, качество похуже, чем в прошлый раз. Потому что после нашей поездки во вторник прошли, опять же, обильные дожди. И очень сильно подкосил ночной заморозок, который был четвергой на пятницу. Ну, вот имеем, что имеем. Эту канаву мы так до конца и не прошли. Вот это все мы взяли с одного пятачка. Вот здесь. Это буквально метров 30. Нам хватит. Что значит хватит? Грибов. В смысле? И мы домой. Ну, в смысле, к машине. А, я тебе дам домой. Домой понесут. Пока к машине, а дальше мы продолжим свой поход. Он так просто не соскочит. Вы его не слушаете. Не, ну такой у нас впервые. Чтоб так выходить к автомобилю. Ну, ладно, а что? Вот, опять вот, да. Опять вот, да. Да, эту канаву мы полностью так и не прошли. Ну, ладно. Прекрасный денек с тобой на природе. После грибалки перекусить. Котлетки. Подогреем колбаски. Это наш улов. Маслята. Фламмулина. В пакетах не стали перекладывать, чтобы не смешивалось. Гиграфор. Мышата. Мышата. Ну, у кого-то это, то ли, курочки, да, там. Ну, напишите, если кто там знает. Да, там, курочки, гусочки, но я не силен в народных названиях. Перекусочки, да. Да, я могу научно сказать. Народных, там, сколько это говорится, народности, столько и названий. И здесь маслятки. Зонтики. Точнее зонтик. И шишечка с грибочками. Это вообще интересно, да? Да. Что за грибы тут, не поймешь. Интересно, да, они растут? То, что они еловые, это однозначно. Чуть не упал. Что скажем? Ну, что мы скажем? Конечно, того обилия маслят нет, как в предыдущем нашем походе. Да, их нет. Но встречали поляны, на самом деле, встретили одну поляну, которая превышает по количеству гриба остальные наши походы, предыдущие два похода превышает. Но качество гриба заметно упало. Маленьких экземпляров уже нет. Слой, видимо, сошел. Только дорастают уже большие грибы вот эти. Вот. Очень сильно подкосили, опять же, дожди проливные и венец всему, заморозок в эту ночь. Но, я думаю, не последний наш лист, не крайний. Мы еще планируем, ну, я думаю, посмотреть маслята. Это уже как бы по накатанной. Ну, фламулину. Попланируем фламулиной заняться. Да, и постараемся найти вешенку, если получится, конечно. Очень хочется ее найти. Именно устричную, нелегочную. Кому понравилось, палец вверх, колокольчик нажимайте, чтобы быть в курсе наших событий лесных. Кто досмотрел, всем спасибо. Пишите комментарии. Очень рады, что вы пишите нам. Мы отвечаем, тоже лайкаем ваши комментарии, ставим сердечки. Да, видели комментарии по поводу зонтика, что он рос рядом с поканкой. Вот этот зонтик рос без поганки рядом, но хотим сказать, что не имеет значения. Разницы нет. Гриб растет с мухомором, с поганкой. Они могут расти буквально вплотную друг к другу. Грибницы никак не пересекаются. Ничего в этом страшного нет. Так что берите, кушайте, наслаждайтесь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!